Рыбная ловля Селигер. Но далеко не каждый может вырвать время на поездку и укатить в рыболовные эльдорады. Впрочем, даже не покидая пределов Подмосковья, найти клёвые места всё-таки можно. И одно из них – это Москва-река. Место, о котором пойдёт речь, находится в 30 километрах от столицы, между деревнями Сельцо и Островцы, в окрестностях подмосковного города Жуковский. Здравствуйте! Это программа «По клёвым местам». С вами Роман Бутужев и Владимир Струев. Роман, ну что можно сказать об этом месте? Это Москва-река. Я её узнал. Характерный запах воды. Ну, на самом деле, это действительно Москва-река. Люберецкий коллектор буквально в 50 метрах от нас. Его называют говносливом. Хотя, самих изделий не видно. Понятно. Но тёплая вода присутствует. Мы всего в 20 километрах от города, и здесь прекрасная большая река, где можно половить рыбу с удовольствием. Ну, на самом деле, Москва-река изобилует. Вот, по сравнению с другими водоёмами, таким водоём составом не каждый водоём похвастаться вообще может. Здесь вплоть до сетра есть рыба. И мои знакомые сама ловили. Жереха здесь ловят регулярно на спиннинг. Судака, щуки. Причём трофейные экземпляры попадаются. В общем-то, ничего удивительного. Из-за того, что выдаём... Ну, нужно только отмерить, что в местной стиральде примерно вся таблица Менделеева собрана, да? Ну, только часть. Это самые тяжёлые металлы. А, самые тяжёлые металлы, да. Ну, поскольку это река и есть течение, здесь, безусловно, штекер выигрывает у какой-то другой снасти. Ну, и, как обычно, по привычке, буду ловить штекером. А я, пожалуй, пойду ближе к коллектору. Там есть течение хорошее. И буду ловить проводку на проводочную удочку. Пошли? Да, я там местечко присмотрел. Ты туда, я туда. Этот участок реки не столь популярен, как, например, Бронницы или Чулково. Однако рыболовов сюда, несмотря на будни, прибыло довольно много. Все они разместились возле коллектора. Их примеру последовал и Владимир Струев. Ну, а Роман Бутузов со штекером нашёл для себя укромный уголок в стороне ото всех и намеревался отвезти душу на хорошем клёве плотвы. Его отчёт о рыбалке мы увидим в следующем выпуске. Ну, а пока понаблюдаем за Владимиром, который собрался половить здесь на английскую удочку в проводку. Я сделал компактную огрузку, такую, из трёх дробинок. Не стал их распределять по леске, чтобы она быстрее на дно уходила. И повесил вместо подпаска вертлюжок. Так леска не меньше закручивается, леска поводка, и он по весу как раз годится для того, чтобы быть подпаском. Это вот чем удобная мормышка. У неё длинный большой крючок. Длинный крючок с длинным цевьём. Ей удобно работать. И маленький оловянный корпус. Всё, вот привяжу вместо крючка. Смочил узел, чтобы леска не горела. Всё, можно мотыля надеть и забрасывать. У нас, кстати, в последнее время всё больше женщин на водоёмах может встретить. Видно, здесь они тоже решили быть равны сильному полу. Да, конечно, рыбалка, по-моему, и женское дело тоже. Вот тут такое злачное место на Москва-реке. Идёт сток тёплых вод, и рыба сюда подтягивается. Здесь и травка, травки больше растёт из-за тёплой воды. Естественно, беспозвоночных много, личинок всяких. И рыба здесь крутится. Сейчас ещё сбросят в воду немножко в реке. Рыба сюда подойдёт. И здесь ловить можно круглую зиму. Я не знаю, как насчёт качества рыбы. Но вот удовольствие просто получить, если далеко ехать просто времени нет. А так вот, есть полдня. Можно машину сесть на электричку там или на автобус. И тут рядом со столицей, вот просто половить для души рыбёшку. Здесь вот утка всё время держится, всю зиму. Тут её море, в основном криковая, не улетает на зиму, потому что здесь и вольготность. Здесь она и траву найдёт на дне для кормёжки. И открытую воду. И у уток популярное место, и у рыболовов. Ну, конечно, пейзаж немножечко напоминает последствия какой-то катастрофы. Такой не ядерной, но чего-то похожего. Всё время это всё в дыму. Бетонные конструкции. Голый берег такой. Ну, в общем, фантастика. Но, к сожалению, с нашей стороны платвы маловато. Здесь в основном ёршка рутится. Там платва вся с той стороны. Оказалось. Там ребята нет, нет, да и вытаскивают. Ну, хороший ёршер тоже интересный. Вот он. Ёрш-то неплохой совсем-то. О, какой ёрш. Прям для ухи самый раз. Мощный ёршина. Платва почему-то не подходит с этой стороны. Вся там вот ловят её. А здесь ёрши, ну, приличный. Вот такой ещё на уху собирать. Ух. Самое оно. Не только ёрши в Москве-реке, по выражению Владимира, мощные. Ловятся здесь щуки весом 7 килограммов. Жерих и судак – до 5. Двухкилограммовые ези, головли до 3 кило и сазаны под десяточку. И это засвидетельствованные факты, поскольку ловилась эта рыба во время соревнований, проводимых на Москве-реке. Так что крокодилов можно поймать не только в Волжских водах, но и в Подмосковье. И тому есть простое объяснение. Дело в том, что из спортсменов тут мало кто рыбу берёт. Ну, все отпускают. Поэтому она вырастает довольно здорово. И на перекатах здесь килограммовые головли, в общем-то, не исключение. Довольно часто их ловят. Жерих тут может попасться, щука, окунь. Тут не раз проводили соревнования у бронец. Ну, каждый раз ловили очень много рыбы. И в основном щуки. Иногда на лим даже попадался. О как! Вот это хищник. Хищник лупит мелочи. Может быть, окунь. По идее, окунь может и мормышку взять. Но, видно, тут не такая большая его концентрация. Потому что, как у нёвых-то, нет поклёвок у меня. Пока. Ну, здесь вода не очень прозрачная. И два метра. Поэтому, если рыба подходит, она не боится. Она и у берега клюнет. Но вот там её что-то больше привлекает. У того берега, конечно. Может, корму больше. И там крутится много плотвы, довольно крупной. Но плотву здесь надо ловить на тяжёлые грузоподъёмные поплавки с тяжёлой огрузкой. Потому что сильное течение, а приманку нужно опустить ко дну. В то же время, донкой не очень удобно действовать. Потому что дно достаточно сильно захламлено. И всё время нарываешься на зацепы. А вот поплавочная удочка работает неплохо. Но это видно потому, как стоят тут люди уже, можно так сказать, сторожилы этого места. Они сюда ездят постоянно и ловят хорошую плотву. Куда они её девают, потом я не знаю. Может быть, едят. Возможно, она появляется у нас в виде вяленой рыбы на каких-то киосках. Всё может быть в этой жизни. Ну, для чего-то ловят. Вот я смотрю, они ничего не выпускают, свой мешок собирают. Но это надо раньше вставать, чтобы хлебные места занимать. Это везде так. А удовольствие можно и здесь получить. По подсчётам ихтеологов, в Москва-реке обитает около 40 видов рыб. В ней живут плотва, окунь, ёрш, ясь, уклейка, лещ, судак, щука, головль, карась, пескарь, сом. В общем, практически все представители водной фауны средней полосы России. Сложно сказать, кого здесь больше – мирной рыбы или хищника, поскольку и тех, и других ловят здесь с равным успехом. Однако на этом участке реки спиннингистов почему-то сегодня почти не было. Все в основном ловили поплавочными снастями. Здесь течение не очень сильное, но достаточно мощное. Большая глубина тут, немножко больше двух метров. И я для такой ловли взял вот снасть из матчевой удочки 4-х метровой, 4,20. И с такой вот катушкой инерционной, проводочной. У катушки очень легкий ход, вот видите, даже за счет тяжести поплавка леска сбегает с катушки. Леска основная 0,15, на поводочке стоит 0,12, крючок 18-й номер. Ловлю на мотыля. Ставлю 2-3 лещинки. И, как я уже сказал, вот повесил вместо крючка мормышку. Не знаю, как будет ли брать платва, если подойдет, но вот ерж берет покрупнее на мормышку, чем на крючок. Вот у меня получается такая сопля из нескольких мотылей и оловянная мормышка небольшая. Поплавок типа стик. У него вот такой металлический киль. И достаточно объемное тело. А с верхушкой красненькой, его очень хорошо видно на дальней дистанции даже. И я считаю, что это вот прекрасная форма поплавка, вот именно для такой ловли в проводку. Ну, а заброс я делаю, отпускаю побольше лески, потом ее вытягиваю тремя пальцами вот так между колец. Вот у меня поплавок подходит к вершинке удилища. И мягко забрасываю вот так. Раз, и все. Он сам вытянет леску, все. И я больше, чем еще на одну длину удилища забросил оснастку. То есть облавливать можно довольно большой акваторию таким приемом. Ну, теперь жду. Ну, сейчас вытянет поплавок леску и начнет у меня катушка вращаться под действием поплавка. Поплавок утягивает туда течением вниз. Катушка отпускает леску свободно, не тормозя поплавок. Это очень важно. Удилище 4,20 мачевое. Можно баллонскую снасть здесь применять тоже. Ну, в таком месте ловят не только на поплавок. Тут и хищник подтягивается. Много уклейки, много мелочи рыбьей. Поэтому здесь частенько можно встретить и спиннингистов. С джиговыми приманками, и с воблером, с воблерами, и с поверхностными. Ну, судя по сезону. Ну, вот, это проводка без поклевки. Значит, еж стоит не везде. Примерно я знаю, по какому маршруту шел у меня поплавок. Сейчас попробую еще раз дать ему возможность увидеть мою мормышку. Снова вытягиваю леску. Вот, делаю запас лески, чтобы ее легче было вытащить через кольца поплавку. Вот, и поплавок у меня уходит вот на ту длину лески, которую я вытянул. Можно еще побольше вытягивать, если нужно. Прием очень хороший. Приемов проводки много всяких. Ну, это смотря по клеву. Можно просто пускать в проплыв свободный. Можно слегка притормаживать вот пальцем катушку. Когда вытягивать, чуть-чуть притормозил, можно даже подтянуть его назад и снова отпустить. Такой прием тоже иногда приносит пользу. В общем, смотреть по поведению рыбы, как она реагирует. Нашли вот этот вот момент реакции рыбы, как он происходит. И его нужно использовать потом в течение рыбалки. Но, правда, в течение дня меняется характер поклевок тоже. Поэтому искать постоянно нужно что-то новое. Что-то перестало клевать, значит, ищите, ищите от чего-нибудь другое. Вот уже четверть века река от Москвы до Коломны зимой льдом не покрывается. И такое понятие, как зимний спиннинг, стало визитной карточкой этой реки. Достаточно назвать хотя бы бронницы, которые, благодаря массовым соревнованиям по зимнему спиннингу, известны миллионам рыболовов по всей стране. Участок реки Поджуковским, хоть и не столь раскручен, но, пожалуй, не менее уловист. Из потенциальных трофеев здесь преобладает судак и щука. Чуть с меньшим успехом ловится жерих и ясь. И, как ни странно, зимний спиннинг зачастую более эффективен, чем летом. Москва-река ниже столицы, это сейчас стало как бы полигоном для многих рыболовов, столичных и областных, тех, кто, в общем, едет не просто за рыбой, а половить ее, ну, чисто из спортивного интереса. Потому что рыбу из Москва-рики, конечно, есть, ну, довольно опасность. Но дело в том, что вот зимой, если хочешь продолжить там спиннинговую ловлю, поплавочную или нахлостовую, лучшего места рядом в столице не найдешь. Все уже на льду там ловят леща, окуня, а здесь можно вот еще продлить лето. Зимой, я знаю, ребят сюда приезжают специально фидером ловить, чтобы как-то оттащить технику ловли, найти какие-то новые варианты подачи приманки. Сюда очень, вот в последнее время довольно часто приезжают ловить спиннингом и нахлостом судака, в основном ночное время. Ну, вот такая река есть, можно так сказать, такой водный стадион для рыболовов рядом со столицей. Ну, место такое, действительно, богатое рыбой. Но не всегда она берет. Ну, я постоянно с глубиной тоже немножко экспериментирую. Пробовал и в пол воды, пробовал и немножко повыше к поверхности, но рыба плещется, но не берет. Поэтому вот остался глубинный вариант, причем тут тоже, видно, меняется уровень воды. Судя по течению, здесь иногда такая обратка получается. То есть уровень колеблется, поэтому нужно немножко корректировать спуск постоянно. Рыбалка дел творческое. Сейчас я припущу немножко вот так вот. Вытащу лески побольше. И сделаю заброс мягонький. Вот она ушла туда, куда мне нужно. Вот очень хорошо видно поплавок этот. Издалека, причем я его не теряю из вида совершенно. Вот за счет такой вот объемной вершинки. И он, кстати, очень хорошо держит течение. Он его не утягивает водоворотами. Он все время на поверхности. Я могу и подтянуть поплавочек поближе к берегу, тут обловить разные участки благодаря вот этому удилищу. Его вполне хватает. 4 метра для того, чтобы управлять снастью. Вот там вижу проблески даже. Уклейка. Ближе к поверхности уклейка гуляет. Набрать не хочет. Тут, может быть, на легкую снасть. Можно было бы попробовать, если бы целью была уклейка для ловли живца или для чего-то еще, потому что здесь она не крупная. В основном для живца, да, если нужно было бы наловить. Я бы взял легкое удилище. Но сейчас мне все-таки, я надеюсь, что что-нибудь там у дна покрупнее будет. Хотя бы тот же ерш крупный. Все интересней. Вот он. Как это, наверное, ерш? О, какой красавец! Ну, какой красавец! Упитанный, красивый, пучеглазый. Фантастика. О, как плавничком он. Поприветствовал рыболовов. Младший брат судака. О, не надо сопротивляться. Сейчас на свободу отпущу. Оп. Вот мотыля я насаживаю таким пучком небольшим на крючок мормышки. И последнего так вот немножечко его маскирую последним мотылем, последней личинкой. Ну, а сейчас вот по осени, по глубокой, почти зима уже. Лучше всего, наверное, мотыль работает. Но, когда теплее, то можно опарыша применять. Червя, я не знаю, я не пробовал здесь. Оп. Нет, не поклевка, зацеп. Червя, наверное, тоже будет брать. Здесь на... много зелени на дне, поэтому вот так спуск нужно довольно точно выдерживать, если ловите у дна. И смотреть. Ну, сразу видно, там, зацепишь травку, немножко приподнял, опустил, вернее, поплавок, сделал покороче спуск. Она с травками такими растет, поэтому вот какие-то маршруты чистые абсолютно бывают у поплавка, а немножечко там дальше или ближе к берегу появляется травка. Ну, это уже в процессе ловли. Смотришь, вот сейчас за травой я зацепил явно. Идут зацепы. Вот я уже вижу на мормышке трава цепляется, вот. Поэтому придется немножечко спуск поменьше сделать вот прядки травы. Удобно с парапета ловить тут прям поплавок под рукой все. И я его на 5 сантиметров делаю пониже поплавочек, чтобы не было зацепа за дно. Вот снова вытягиваю леску тремя пальцами и мягкий забросится. Оп! Во! Еще в середине 19 века в Москве реке водилась белуга, стерлядь, осетр, сом и, вы не поверите, даже таймень. Это был самый рыбный водоем региона, так как в реку попадало хлебное зерно с барж, конский помет с остатками непереваренного овса и отходы пивоваренного производства. Все это давало хорошую добавку к привычному рациону рыб, которые на то время чувствовали себя в реке комфортно и сытно. Много органических отходов попадает в водоем и сейчас. Но они уже далеко не питательные. К тому же тепловые стоки, хотя и очищенные, тоже не несут с собой ничего хорошего речным обитателям. Опять вот что-то типа обратки появляется, опять смена глубины идет. Все время приходится регулировать снасть. Видно, еще когда течение посильнее, оно как-то проскакивает крючок над дном. А когда садится вода, то есть течение становится слабее, мормышки и крючок идут ниже, поэтому приходится их немножко приподнимать за счет спуска. Вот он колючий. Вообще считается, что это показатель достаточно чистой воды, ерши. Хотя сейчас в общем все рыбы, все существа как-то приспосабливаются к смене условий, привыкают к грязи, так что совсем не обязательно это говорит о чистоте. Наверное, я так думаю. Вот он растопырил все колючки свои. Это для ухи и для живца вообще-то. На него хорошо налим берет судак. для судака вообще стригут эти. А плавнички подстригают иногда. Ну, вот это хороший ерш считается. Вообще бывают ерши до 100 грамм, там даже немножко больше. Раньше мы ездили на Синиш специально за крупным ершом. Ну, вот здесь он тоже живет. Конечно, белорыбеца в Москве-реке если и водится, то уже не ловится. Хотя байки о поимке осетровых все еще ходят. Верить этому или нет решайте сами. Но одно можно сказать точно. Как и в прошлом и в позапрошлом столетиях эта река и теперь остается самым рыбным водоемом Московской области. Середина ноября Москва-река. Средняя температура плюс 3 градуса. Давление 746 миллиметров ртутного столба. ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Облачно. В следующей программе нас ждет отчет о рыбной ловле на Москве-реке от Романа Бутузова. Ну а Владимир уже готов подвести предварительный итог. Ну что сказать про сегодняшний день на Москва-реке. Рыба клюет несмотря на то что вроде бы восточный ветер лещатники жалуются что у них нет поклевок на донке но плотва и ерш клюет так что день можно то есть рыбалку можно считать состоявшись. Ерш у меня клевал мощный но вот плотва почему-то в этом месте не ходила. Но если в следующий раз я сюда соберусь я конечно сделаю снасть под это место. Я-то здесь был первый раз и в общем для меня подготовиться вот для всего невозможно просто. Поэтому в следующий раз если сюда приеду конечно я возьму другое удилище другую оснастку сделаю и надеюсь остаться с крупной рыбой.